Доброе утро! 5.30. Версин, Турция. Просыпайтесь, друзья, вместе со мной. Добрый вечер! Это я. Устала сегодня как с оболоком. Пан Портленко. Смотрите, как красиво. Ну, успокойся, говорю. А так я выгляжу. Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Атар. Сегодня понедельник, азарный день. Локдаун отменили, но, естественно, какие-то ограничения же есть всегда. Не все ограничения отменили. Также в субботу-воскресенье мы сидим дома. С 10 утра до 8 работают магазины. Карантин у нас с 9 вечера до 5 утра, кажется. Не помню, уже запуталась с этим карантином. А также молодые люди до 18 и 65 нельзя передвигаться в транспорте. Ну, нам передвигаться некогда. А мы сегодня с Ашкевом решили помыть балкон и, посмотрите, привести в порядок цветочки. Я так успокаиваюсь от них. Ну, естественно, я сделала йогу, но сегодня немножко у меня по-другому этот распорядок. Мы не пошли гулять, я не знаю почему. Я сделала сегодня два урога йоги активно. И сама уже встала, и сама встала без помощи рук. Это вообще такое, и я решила второе занятие сделать. Ну, хорошо, что третье, а то уже сил не было. Не то, что сил не было, такое удовольствие, когда у тебя что-то получается. Поэтому никогда не бойтесь, что у вас ничего не получается. Когда не получается, это тоже результат. А посмотрите на мои цветочки, вы говорили, они у меня неухоженные. Сейчас они у меня все помытые, все чистенько. И, кстати, еще видео в ТикТок загрузила. Разошлась я с этим ТикТоком. Мне так нравится, что нравится. Там мои друзья очень многие в этом ТикТоке, и они нормально танцуют, пляшут, веселятся. А что делать? Радоваться надо жизни. Вот такие вот у меня дела. Не знаю, сегодня пойдем погуляем или нет, но потому что у меня очень много дел по бизнесу, встреч, разговоров. И нужно обед приготовить сегодня свеженький. Ну, это все потом. А также Ашкэм. Ой, пардон. Мой Ашкэм. Привет, Ашкэм. Привет, мой любимый. Ашкэм. Ашкэм, пазара гиды честненько? Пазара гидты кечен. Мы купили. Ама карпус, Алматык. Карпус. Карпус в армии пазара? Ёх, швансерно. А, там, мам. В общем, вот такие вот дела, мои хорошие. Сидим дома. Ждем. Локдаун йог шинди? Карантин. Карантин йог. Ама корку йорус без корона. Дельмы. Мы боимся, все равно корона, будем сидеть дома. Дома столько. Дома не скучно. У меня вообще... Ой, сколько у меня дел. Пошла я пошла работать. Если что будет интересного, я вам сообщу. И у нас в новости все нормально. Они идут на поправку. Наверное, скоро выпишут. Дима и Севги. И они будут продолжать лечение дома. Потому что они лежат в больнице не из-за ковида. У них нет таких показаний, чтобы они нуждались в стационарном лечении. И поэтому, как только у него все наладится, там он сможет уже кушать. Наверное, сегодня позвонить, передвигаться. И его выпишут. Вот такие вот тут новости. За черной полосой всегда приходит белая. Запомните, мои хорошие. Никогда не унывайте. Потому что не бывает такого, что все время было черное. Просто если вы будете позитивно настроены, да, может быть, огорчены вы будете, неприятно будет. Просто надо сделать... Знаете, как я работаю? Вдох, глубокий, выдох. И всю эту энергию плохую. И представить, что у вас все наоборот получается. Это действует. Кстати, кто-то смеялся над моей картой желаний. А тут не до смеха. Она исполняется. Я вообще кайфую просто. И благодарю за то, что я такая умница. Я поверила в себя. Я до сих пор в себя верю. Я не отхожу, не поворачиваюсь назад, не смотрю на прошлое. Не боюсь этих неудач, разочарований, негатива. И у меня все получается. Друзья мои, будьте вы тоже такими же, как я. Учитесь у меня. Ведь я сложную жизнь прожила. И сейчас вы оказались в этом месте. Значит, я должна вам дарить позитив. И должна вас учить, что жизнь не настолько плохая. Что всегда что-то придет прекрасное. И вы будете самым счастливым человеком. Не общайтесь с негативщиками. Уходите от нытиков. И общайтесь со мной. С такой успешной и такой позитивной. И у вас будет счастье. Не так ли? Все, пошла я работать. А вам прекрасного понедельника и будущей недели. Вот такая картина у нас наблюдается. Приехала забита. И сразу же все начали разбегаться. Сегодня понедельник. День базара. Закончился локдаун. Люди все поуходили что-то продавать. Ну и вот приехала здесь охрана. И все начали быстренько убежать и разъезжаться. Мы сегодня на базар с Сашкой вам не пошли. Хотя я сейчас его... Он сам решил выйти. Нам нужно, может, фрукты докупить. А так и баклажаны, я ему сказала, можно купить. А так все у нас еще есть. Достаточно. Видите, как все сразу разбегаются, уезжают. Кто-то там расположился. Всех. Ну, жалко тоже людей. Хотят что-то продать свое. Но нельзя, к сожалению. Дэр пошел, посмотрим, что он принес. Что принесет? Я так хочу черешню. Интересно, будет сегодня на базаре или нет. Я сегодня позанималась, сделала два занятия йоги. Вот мы балкон помыли с мужем. И я покушала один банан, один нектар. И сейчас три часа или четыре скоро. Вон, женщина главная, которую все боятся. Девушка. И у меня такое чувство, как будто я корову съела. Уже отвыкла кушать. Хотя скоро захочу, конечно. Ну, и, конечно, много пью воды. Ну, все, видите, все разбежались. Вот эта девушка, я сейчас вам расскажу про нее. Она раньше приезжала на грузовике. И вот женщины, кто не успевал прятать свой товар, она все скидывала в грузовик. И отвозила, то есть забирала. Сейчас она не в форме, но она так смотрит за всем. Наверное, скоро она начнет приезжать на этом же грузовике. Ее, наверное, многие не любят. Видите, она как королева ходит. Я вам покажу. Все проверяет, все, пошла. Ну, вот. Даже вот этот продает. И она этим людям говорит, зачем продаете. Вот листики такие срывают и деньги делают на этом виноградные. Когда можно это бесплатно. Вот видите, кто-то на этом и зарабатывает неплохо. Погода замечательная. Но дождей у нас сейчас не будет. Так что все выходные можно распланировать. Но, увы, суббота, воскресенье выходной. Вы представляете? Ну, ничего. Наверное, я сегодня не пошла сдавать анализы. Потому что не успевала. Завтра надо уже пойти взять себе в руки и сдать анализ. Посмотреть, что и как. И потом буду гулять на набережной. Вы уже соскучились, да? По моей набережной. Мои хорошие. Мои любимые Мерси. Ой, Ашкин, патрон пришел. Муженек. Посмотрите, что он принес. Ашкин, не я отдал? Сколько вершей я отдал? А мы-то думаем. Смах дали. Лимон дали, лимон отдал. Пять лир. Пять лир. Мектар, Ашкито? Мектар, шесть лир. Шесть лир мектар. А это сколько? Ашкин, не купил. Абрикос. Абрикоска. Сколько? Будет когда арбиркило? Еды. Еды? Семь лир будет сегодня. О, Гюзель. Семь лир килограмм стоит. Клубника? Челек? Челек вон лир. Десять лир. О, подвешивает девочки. Приезжайте в Турцию, посмотрите, какая огромная. Шесть лир. Унек? Уфку я купил. Молодец. Четыре штуки. Пак-клитчанашкин буген не ходал? Дорк-каракин. А, и кген он же еды. Семь лир было раньше, а сейчас посмотрите, какой хороший. Бурадан не ауден. Сен-битердин сенену, а пакен? Настал. Сигареты. Сигары не кодар сольер, Лоренцалай? Он дурточку. 14 лир честерфил, да? Вот это. Честерфил не кодар сольер. Честерфил не кодар сольер. А, это не? Это, текель 2000. А, текель турк. А, и чай дал. Аферин. И кофе купил. Вот сейчас вот это кофе мы выпьем с ним. Вот такой вот у меня мужинок. Вот. Вот это самое. А, шлем, карпус не кодар? Карпус 6 лир, а 5 лир. Бух, да? Бух, чок, карпус. Лоренцалай. Белим йог? Белим. Короче, этот корпус. Все, смеемся. Мы, говорят, нету. Ну, в общем, вот буду есть фрукты. Посмотрите, какая красивая мушмула. Супер. Супер. Ашки Томбеним. Ой, желаю вам такого. Мужчину, мужа, друга, подружку. Он для меня все. Буду раскладывать и мыть, и кушать. Вот такой летний легкий ужин я приготовила моему мужу. Это менемен, яичница. А это турецкая окрошка. Приятного аппетита, Ашки Томб. Какой красивый он у меня сегодня. Патронбеним. А себе на ужин я приготовила куриные котлетки с кабачком. С каждым разом они становятся все лучше, лучше, вкуснее, пышнее. Красота какая. И жарю абсолютно без масла. Ну, а также вот у меня есть суп с кабачком и с цветной капустой. Ну, вот и всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.